всем доброе придоброе утро я тут уже в парке хожу блуждаю с чарли погода замечательная я укулючилась но ничего как говорится лучше укулючиться тем чем мерзнуть на улице сейчас походим немного и пойду по магазинам шляться до блуждать может быть какие-нибудь скидочки найду или еще что интересно фиг его знает сейчас самые знаете самый сок как говорится все можно найти самые дешевые дешевые конечно выбора никакого но покопаться можно что-нибудь найти а пока гулять будем так гуляет моя рыба сладкая видите ни одного облачка на небе я уже пришла выгляжу я сегодня вот так на мне пальто и вот такая деловая кстати про корт инглес пальто это из корт инглеса и свитер тоже мне корт инглес ниссан корт инглес это же не марка это же торговый дом там много всяких марок мне сам корт инглесa не нравится расположение мне нравится как как там магазины находятся мне не нравится атмосфера а то что там марок много мне там многие нравятся например у меня много вещей из сферы. У меня много вещей. Вот это вот пальто Веро Мода. Свитер не знаю какой. У меня есть очень много вещей из Десугуаль. У меня много платьев разных летних из Корт Инглеса. Но из марок, которые находятся в Корт Инглесе. Но покупала я их все не в Корт Инглесе, а в других магазинах. То есть, если выбрать, допустим, торговый центр Корт Инглес, и торговый центр Невада, я поеду в Неваду. Мне потому, что больше нравится расположение магазинов. Там видно, допустим, заходишь в один магазин, в ту же сферу, и ты знаешь, что это только сфера. В Корт Инглесе там все вместе. Не поймешь, где одно начинается, где другое заканчивается. Просто было очень много комментариев, что там что-то... Я ни в коем случае не сказала, что Корт Инглес это зачуханный магазин. Я прекрасно знаю, что там очень хорошие вещи продаются, хорошие марки. Но эти же самые марки, я могу найти в том же самом торговом центре Невада. Поэтому я предпочтение отдаю торговому центру Невада, чем Корт Инглесу. Надеюсь, все понятно стало. Это пальтишко очень мне, кстати, нравится. И оно на одной пуговице. И я его, по-моему, в прошлом году покупала, или два года назад. На одной пуговице. Оно такой вот оверсайд, да? Оно не приталенное, ничего. Карманы классные. Джеггинсы. Это манго. Они немножко у меня большеваты стали почему-то. Хи-хи-хи. Вот. А свитер ношу. Он вообще, смотрите, какой с разрезами. Это вам не хухры-мухры. Вот. Он очень теплый. И поэтому я его ношу. Ну, вот в такое время. Хотя сейчас на улице очень жарко. Я уже подумывала бы что-нибудь снять. И одеть что-нибудь другое. Но неохота. Так что Чарли я привела. Я сегодня ходила с рюкзаком. Но с ним не очень удобно по магазинам ходить и снимать. Знаете, постоянно нужно его снимать, чтобы достать камеру или телефон. И потом одевать. В общем, я у нас сейчас возьму сумку какую-нибудь. Одну из... Даже я, вернее, знаю, какую я возьму сумку. Сейчас вам покажу. Вот такая черная у меня есть сумочка. Она тоже типа зимняя. Потому что тут как бы, кстати, сочетается с моими носами, с кроссовками. Эта сумка откуда из... Как это называется? Господи, сережки-то я где бы брала. Где тут? В общем, не важно. Мне вообще не столь важные марки. Или там какие-то... Кстати, саня, с этой стороны тоже такая. И брелотик мой. Смотрите, какой классный. Трик-трик-трик. В общем, я не гонюсь за марками, за каким-то. Я говорю, я могу одеться и в корт-ингрессе. Могу и на рынке купить вещи. Поэтому мне как бы безразлично. Где, сколько, какая цена. Главное, чтобы мне это шло. И мне это нравилось. А все остальное это ерунда. Перекладываем кошелек, камеру, телефон. Идем гулять. Время у нас без 15.11. Сейчас бананчик сожру и губки подкрашу. Ну, чтобы красиво это быть. Мало ли. Все. И погуляем. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. И хватит улыбаться. Нормально с ориентацией. Женщина, не танцую. Женщина, я не танцую. Мне такая песня нравится. И она у меня даже стоит на звонке на телефоне. Уже давным-давно. Кстати, когда клиентки слушают, говорят, ой, какая песенка веселая. Я говорю, да. А как вы хотели. Ладно, хватит болтать. И пошла я. Вот, нашла. Парфойс. По крайней мере, так чуть звучит. Нагулялась. 15 раз в одни и те же магазины ходила. Кое-что купила. Сейчас вам покажу. Приду домой. Почему? О, в Придмакурске. В этом не поснимала. Как примерочных. Знаете, у нас такие примерочные маленькие, что туда зайдешь, и им ни одной там мало места. А чтобы снимать, то есть это все равно не видно будет. Все в тютельку, в тютельку. Поэтому я решила. Заходила в Мангу. Там вообще ничего нет. Какой-то ширпотреб. В общем, по скидкам уже ничего такого особенного не осталось. Не, ну я прихватила. В принципе, я то, что хотела. Вот. Такие у нас пироги. Сейчас бегу домой. Блин, уже сейчас лишний. На обед у меня сегодня будет. Я вчера рассольник достала себе. Муж сказал, хочет суп. Суп. Соп. Суп. У меня же всегда бульон в холодильнике лежит. Сейчас достану и сделаю ему из бремишельки суп. И все. А потом, после обеда у нас по планам мыть машину мужа. Пропылесосить. Он вчера насмотрелся на мою. Говорит, я свое тоже хочу пылесосить. Я говорю, ну ладно, поедем. Я тебе помогу. Скажем так. Пропылесосить. Заодно и с Чарли погуляю. Так что вот так вот. Я, в принципе, довольна. Купила. Ну, сейчас увидите все. Опять иду по закоулкам. Не знаю, куда, правда, выйду. Ну, куда-нибудь выйду. То есть, знаете, бывает. Иду, иду, а там тупик. В своих кроссовках. Любимых. Хотя у меня, знаете, у меня вся одежда моя любимая. Я все, что покупаю, покупаю только то, что нравится. Например, вот сегодня, что я купила, я сначала померила, потом походила по всем магазинам, потом вернулась опять. Померила. Такая вот. Я не кидаюсь сразу. Прямо все, хочу, и побежали. В принципе, я вам уже его расскажу. Так пахнет вкусно этим. Ополоски этим для белья. Смотрите, как кот сидит. Может быть, он застрял? Или куда нет? Навряд ли застрял. Просто ему, наверное, так нравится, да? Так смешно. Вообще. А, все, я знаю уже эту дорогу. У меня теперь немножко наверх. Сюда я езжу на машине на работу. Выезжать отсюда. Видите, какие узлы? Чуть кондиционеры капают сверху на голову. Такие у нас закоулочки. Я уже здесь все закоулочки выучила. Поэтому добежим. Две минутки вы дома. Я немножечко поработала, сходила. И помимо платы мне, смотрите, какой презент подарили. Та-дам! Чтобы попа росла. Такую коробочку. Конфеточек мне подарили. Я по понедельникам иногда халявлю, скажем так. Подрабатываю с знакомыми, с друзьями. С знакомыми друзей. В общем, тоже работаю. Чего отказываться от работы, правильно? Вот. А сейчас я вам покажу, что я купила. Во-первых, я купила вот такую жилетку. Ярко-лимонного цвета. Это просто пипец. Я не знаю. Я сегодня очень... Я хотела давно такую жилеточку какую-нибудь купить. Но не прям такую. Но я сегодня очень много перемерила. Чтобы, знаете, в машину раз. И у нас не сильно, так как говорится, жарко, чтобы вот. А в жилетке самое оно. Она такая пухлая, такая мягкая, такая классная. В общем, вот так вот я сейчас ходила, скажем так, на работу. И... Жилетка мне обошлась в 10 евро. Она стоила что-то 25 евро, по-моему. 25 евро в Пулбери. У нас звучит магазин этот так. Пулбери. А как в других странах, я не знаю. Так что читайте. Вот так. Да. Поэтому, как все магазины, марки, я говорю, как они в Испании называются. Поэтому можете там сказать, ой, да вот она вот так называется. Может быть. Но в Испании по-другому. И купила вот такой вот свитерок. Вообще он очень классного цвета. Рукава вообще шикарные. И вот такой вот он, как вы расистый, что ли. Видите? Он как бы, я не знаю даже, что это. Кто там такой? Кто там такой меня трогает? Кто тут такой меня трогает? Кто тут такой заскучился? Скажи, мам, что ты со мной не гуляла? Узла куда-то непонятно. Да? Оставила меня? Чего ты? Чего ты? Да, я свитерок покажу. В общем, он мне очень понравился, когда я его померила. И, в общем, шикардос мне показался. Он как бы такой вот, видите, летучая мышь. Оверсайз. Оверсайз. Или как там говорят. В общем, непонятно. И рукава такие вот. Свободные. Тут даже какая-то штучка есть. Вот такая, представляете? Все как надо. Мои кроссовки, их уже выбросить надо. Но у меня рука не поднимается. Потому что я их очень-очень-очень сильно люблю. Во-первых, они вот тут такие тепленькие. Во-вторых, они на замке. Их одел и пошел. Вообще шикардос. Цвет, может быть, вот тут получше будет видно. Он какой-то такой бежево-розовый. Знаете, в общем, цвет обалденный. Мне кажется, он очень идет. Серьги купила. Сережек вообще? Ну, блин, не даст мне поговорить. На. Ты уже сожрал одну. А сережек я вообще купила, знаете, сколько? Целый. Не знаю. Сейчас покажу. Много, в общем, как это сказать. Набор. Целый набор. Вот. Посмотрите, сколько. Разных-разных. Ну, тут цвет плохой. Пойдемте в другой цвет. То есть, и вот эти вот можно мне верхние на вот эти дырки новые сделать. Нижние такие вот. Я очень большие серьги не люблю. И длинные, чтобы они были. А вот эти в самое оно. Видите? Или не видите? Та-ра-та-там. Вот так. Целый набор стоил 6 евро. 6 евро. Это Страдивариус. Страдивариус. Вот такие вот. Вы знаете, они даже если испортятся или что-то. Опять сел? Нет. Или что-то с ними будет. Не жалко будет выбросить. Так же, как, допустим, и жилетку за 10 евро. Ну, свитер будет жалко выбросить. Потому что он мне понравился очень. Это да. Свитерок будет жалко выбросить. Еще у меня вот тут такие цветочки на джинсах. Вообще суперские. В общем, мне понравилось, что я сегодня себе приобрела. 150 раз ходила, правда, по этим магазинам. Аж голова заболела. Потом немножечко даже посмотрела, терял. И опять на работку. Машину не поехали сегодня мыть. Планировали машину мыть. Что-то там изменились планы. Ну и не мыть, а пылесосить ее. Ну и не надо. Мне еще лучше. Такая моя. Пуховичок, толстячок будет у меня. Такой цвет прям, мужу показываю, он такой желтый. Я вообще люблю одежду ярких цветов. У меня в гардеробе очень много разных цветов. То есть я не люблю, ну как люблю пастельные тона или там классический, как это сказать, стиль, да. Ну, мне как-то в классическом стиле в Меркадон уехать. Ну, как-то на каблуках, не знаю, смотреться не очень. Ну, на каблуках в Меркадоне с моей тележечкой, вы вообще это представляете? Ой, смешно даже мне сейчас стало. Или на работу, допустим. У меня есть платья классические, да, у меня есть каблуки, у меня все это есть. Но машина стоит внизу. На работе я тоже рядом паркуюсь. После работы я почти всегда езжу в магазины. То есть нелепо, да, будет выглядеть каблуки, классические, красивые платья. В общем, вы поняли, да, что я хочу сказать. Ти моя радость. Ты что, так мамку столь любишь? Прям не отходит от меня, мамку любит. Вообще, я тебя тоже люблю. Иди сюда, иди ко мне, иди. Моя рыба такая. Моя шлёдка такая. Потом нацеловаться будем, потом справиться. Идёт такой шлёдкий. Сейчас пойду чаёчек попью какой-нибудь, знаете, вот этот, травяной. Я все чаи пью сейчас в это время уже травяные. С шиповником, который купила. Сейчас, правда, там что-то на шиповником нифига не пахнет. Но сейчас заварю и буду его попью. А потом, сколько у нас, кстати, времени? В семь часиков в восемь попью смузи, сделаю смузи и всё. И на этом сегодня в жратве бой. А завтра худеть буду с конфетами. Пригрелась тут на своей вот этой вот электрической подушке, что ли. Надо, кстати, она через каждые полтора часа выключается. Надо её ещё опять включить. И сижу, угреюсь. И Чарли тут со мной. Сериал включила, знаете, какой? Сейчас, забыла. Что-то жёлтый. Жёлтый глаз тигра. В общем, сижу, смотрю. Там актёр, вот этот, как он называется-то? А, Прилучный. Вообще, обожаю его. Вы знаете, у меня на имена памяти совершенно нет. Цифры запоминаю. Фотографическая память очень хорошая. То есть, я если куда-то зашла, то я обязательно оттуда выйду. Опоминаю, говорю, имена и вот цифры, сколько кому лет. Вот знаете, мне вообще даже ни в одном глазу не задерживается. Вот так мы всегда сидим. Я вот так ногу кладу, и он вот сюда ложится. В люльку. В люльку. И вот так всё и зимой, и летом одним цветом. Так что вот такие у меня дела. Буду готовиться сейчас к завтрашнему рабочему дню. Хотя, как-то работа-то, сегодня вроде тоже рабочий день был. Он уже улёгся. На своём месте я там уже чай попила. Сейчас отнесу свою кружку. И всё, и будем ложиться спать. Всего вам самого наилучшего. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем до завтра. Пока-пока. Пока-пока.